МОХНАТЫЙ РЕПОРТАЖ Ну что, друзья, как и обещала, встречайте сегодняшних гостей. Это Митя Фомин и Снежа. Привет! Красавица Белоснежка. Митя, привет! Привет, привет, Наташа. Наслышано, что у вас дзен. Это правда? У нас полный дзен. Ну, посмотри. Ну, это просто... Ну, посмотри, это просто чудо. Это не собака, а подарок. Как вы нашли баланс? Ведь ты достаточно стихий, невзрывный, но ты артист и творческая личность. Космос мне, наверное, так как бы дал ее в качестве буфера, потому что я действительно человек очень импульсивный и слишком энергичный. Она так меня приземляет чуть-чуть. Я смотрю на нее иногда и учусь у нее спокойствия и выдержки. Она настолько энергосберегающий агрегат, что она не сделает лишнего движения, когда ей надо. Да? Она нормально так втопит. Я считаю, что это верх мудрости и понимания. Но я знаю, что со Снежкой занимался кинологом. Да, да, да. Насколько ты считаешь это обязательным, с учетом того, что это большая собака? Я считаю, что это крайне обязательным. Если у вас нет опыта воспитания собаки, то это вообще просто необходимость. Породы непредсказуемые, породы разные, психика у собак совершенно разная. К сожалению, приходится бороться со стереотипами, что собаки большие – это опасные существа. Какие основные команды знает Снежка, которые ты считаешь тебе самые удобные и необходимые? Ну, во-первых, это рядом, ждать, со мной. Так, а сидеть, лежать? Сидеть, лежать – все это, конечно, уметь, да. Да? Все развлекательные? Сейчас мы не будем этого пробовать, она не в настроении сейчас. Ты помогаешь приютам. Что сделать, чтобы животных бродячих стало меньше? Вспоминая опыт пребывания в Тбилиси, огромное количество бездомных животных, которые не мешают людям, люди не мешают им. Ты видишь по степени спокойствия этого существа, что о них никто не тронет. Мне кажется, нам этого не хватает. Это ответственность за чужую жизнь. Имейте в себе силы и право ее воспитать. Конечно. И довести эту историю до естественного конца. Поэтому, если вы вдруг совместите, как это доль совместей, не заводите. Но если вы завели, то, пожалуйста, будьте добры, ухаживайте ровно так, как это нужно, как подобает породе, виду. Именно животные прививают детям любовь к жизни, любовь к другому существу, любовь вообще к друг другу, потому что это ответственность. Нужно воспитывать, к сожалению. Мне кажется, что с ответственностью у нас тоже ой, какие проблемы у многих. Митя, у меня есть подготовленная рубрика для тебя, называется «Случайности не случайны». Все максимально просто. Есть два типа карточек – зеленый и красный. Зеленый – это общий вопрос о животных. Там есть варианты ответа, интуиция тебе подскажет, выбираешь правильный – молодец. Выбираешь неправильный – придется ответить на вопросы из красной карточки. Так, звезда «Сириус» в переводе с латинского означает «собачка». Да вы что, я даже не знал об этом. В каком созвездии она находится? Малый пес, большой пес, малая медведица, большая медведица. Вот тут мы и приехали. Ну, интуиция, Митя, я поэтому и сказала. Ну, собачка, ну, значит, малый пес, если она собачка. Малая медведица. Нет, вот дважды неправильно, все не засчитывая. Это большой пес в созвездии. Эти все созвездия действительно есть. Но конкретно звезда «Сириус» находится в созвездии «Большой пес». Что делать, если собака не подошла по темпераменту? Это вопрос серьезный, слушайте. Ну, что делать? Во-первых, конечно же, изучить до. До того, как вы вообще ее возьмете, все-таки не допустить, чтобы вы разочаровались в породе. Мне кажется, все-таки вы со Снежкой некий маленький, например, косвенно похожий на это, потому что ты достаточно активный, Снежка достаточно спокойная, но вы же смогли найти общий язык и получаете удовольствие друг от друга. Ну да, конечно, безусловно. Во время Второй мировой войны порода была на грани исчезновения, так как вид был практически уничтожен. Однако благодаря стараниям американских заводчиков, в частности Джону Джонсону, порода удалось не только восстановить, но и популяризировать во всем мире. Кто эти собаки? Слушайте, Вторая мировая война. Тоже. Ну вот Амбуль – это американский бульдог, это Снежий. Я, конечно, бы ответил, что это Амбуль. Может быть, знаете, я пойду логическим путем, все-таки Япония тоже была подключена к войне, которая пострадала. Я предложил, что это Акито, нет? Нет, да? Твоя интуиция тебе подсказала, правильный вариант. Конечно, я же не просто так взяла этот вопрос. Ты что, ты морда, да? Так, пожалуйста, красную карточку. Ну, интуиция начала тебе уже подсказывать, заметила сначала. Используешь ли ты пакетики во время прогулки с питомцем? Честно скажу, нет. Дело в том, что, как правило, мы гуляем за городом в лесу, и я считаю, что это естественное удобрение. И, собственно, пускай они будут. Уши этой собаки, пользующиеся популярностью еще с эпохи Возрождения и встречающиеся на полотнах Рембрандта, благодаря характерному расположению и форме, напоминают крылья, а узкая белая полоска на бороде – тело бабочки. Как называется эта порода? Папильон. Ну да. Папильон, потому что это по-французски бабочка – папильон. Митя, браво! Я считаю, что прекрасно сыграна наша игра. И спасибо тебе большое за интервью, спасибо большое, что согласился. А теперь время фотографий наших зрителей. Выкладывай и ты фото со своим любимчиком питомцем в Инстаграм с хэштегом «Мохнатый репортаж» и ищи свои фото в следующих выпусках программы. Прямо сейчас на экране появятся фотографии животных из приюта, у которых пока нет семьи. Хотим вам напомнить о том, что мы с вами можем помочь приюту и взять питомца домой. Чтобы найти более подробную информацию, заходите на сайт www.ru.tv и открывайте раздел «Мохнатый репортаж». Категория 16+, а на сегодня у меня все. Меня зовут Наталья Артемьева. Всем добра, друзья. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!